Неповерхностно глубоко узнавать вещи, почему они вообще так устроены. Здесь мы занимаемся созданием новых материалов, которых на нашей планете не существует. Очень нравится, замечательные занятия. Нам удалось разработать реальное устройство. Сделать, ну скажем, костюм железного человека. Нашим магистральным направлением является так называемый закрученный свет. А мы любим науку. Я клянусь, мы не скучные люди, все хорошо. Привет! В университете ИТМО есть шесть направлений, на которых можно учиться и заниматься наукой. В этом ролике мы поговорим про направление физика. Физику в университете можно условно разделить на три категории. Фотоника. Основная идея здесь, чтобы во всех электронных приборах заменить электроны на супербыстрые фотоны. Радиофизика. Здесь изучают поведение волн, чтобы улучшить связь и передавать энергию без проводов. И новые материалы. Это научный подход к созданию несуществующих в природе соединений и узоров, которые позволяют сухую теорию превратить в наглядный эксперимент. На направлении пять образовательных программ для бакалавриата и семь для магистратуры. Что же такого особенного у физики в ИТМО? Об этом расскажут сами ИТМОшники с разных сторон. От аспиранта до доктора наук. Поехали! Я здесь осуществляю свою детскую мечту стать ученым. Потому что с самого детства получилось так, что вместо каких-то сказок мне с удовольствием читали энциклопедии по строению насекомых, блох, строение земли. И у меня так это четко сложилось в своей голове, что мне всегда хотелось узнать до конца, почему именно это так интересно. То есть не поверхностно, а глубоко узнавать вещи, почему они вообще так устроены. И тут моя любовь сложилась именно с физикой. Она отвечала абсолютно на все мои вопросы, и удовлетворяла вообще все потребности в знаниях. И так и случился мой путь в физику. Но потом, когда я пришла сюда, мне очень повезло заняться тем, чем я сейчас занимаюсь по сей день. Это междисциплинарные исследования на стыке физики, химии, биологии. А конкретно это адресная доставка лекарств и разработка биосенсорных устройств. На направлении физика есть 4 научно-образовательных центра и 25 лабораторий. Вот некоторые из них. Мы находимся с вами в лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники. Место, где химики и физики работают плечом к плечу. Здесь мы занимаемся созданием новых материалов, которых на нашей планете не существует, а также устройств на их основе. Светодиодов, фотодетекторов и солнечных батареек. Конечно, это совсем разные материалы, в зависимости от их применения. Но мы занимаемся в целом всеми фотоактивными материалами. Перед вами находится система перчаточных боксов. По сути, это линия для создания прототипов современных тонкоплёночных солнечных батареек или светодиодов. Она состоит из двух частей. Первая химическая часть. Здесь внутри много-много разных баночек, из которых можно попытаться создать новый материал, которого в природе нет. И вся работа происходит в атмосфере ультрасухого азота. Внутри вы можете создать некий новый раствор, новый материал, а также сделать из него плёнку самым простым лабораторным способом. После этого вы можете, не покидая инертную среду, перейти в следующую часть системы боксов, так называемую сухую часть. Здесь уже нельзя заниматься химией, зато там располагается камера термовакуумного напыления. И вы можете напылить последующие слои для вашего будущего светодиода, либо фотодетектора, либо контакты. Ну и, наконец, в последней части боксов вы можете провести полную характеризацию полученных вами устройств и понять, насколько ваш новый материал будет хорош в деле, в практике, при создании светодиодов, либо фотодетекторов для устройств будущего. У меня в руках находится раствор пироскитных квантовых точек, нанокристаллов размерами 5-25 нанометров. Они светятся разным цветом, благодаря тому, что обладают разным химическим составом. При этом это очень хороший, эффективный люминофор, который может использоваться в дисплеях будущего, а также в очках для дополненной реальности. А это радиофизическая лаборатория. Она делится на две части. Первая — инжиниринговая часть или просто гараж, где ребята собирают МРТ-катушки, исследуют МРТ-трубы, изучают свойства антенн, делают новые проекты и, в том числе, занимаются пайкой. А слева от меня находятся жемчужины нашей радиофизической лаборатории, так называемая безэховая камера. Безэховая камера напоминает хорошую звукозаписывающую студию. На самом деле, это идеальная звукозаписывающая студия с шумопоглощающими пирамидками. Но, кроме этого, сама камера экранирована, и любые электромагнитные волны сюда не проходят. Зачем это надо? Для того, чтобы здесь можно было бы установить новые антенны, новые приемники и передатчики, и проверить, насколько они лучше работают в предыдущих поколениях. А для того, чтобы это замерить и измерить, необходимо избавиться от всех фоновых электромагнитных излучений. Раньше как это ученые делали? Выезжали в поле большое и на огромных расстояниях ставили приемники передатчиков. Сейчас же это не надо делать, и можно заниматься наукой прямо в центре Санкт-Петербурга. Мы находимся в большой оптической лаборатории нового физтеха, где мы при помощи света изучаем свойства материалов, в том числе и новых. В чем особенность наших исследований? Это в том, что мы изучаем размеры наномасштаба. Когда структуры, которые мы исследуем, имеют размеры порядка десятков сотен нанометров, там проявляются определенные свойства, квантовые свойства материалов, которые не наблюдаются в объемных материалах, тех, которых мы привыкли наблюдать глазами. Графен — это тот же самый углерод, просто как бы монослой. Это слой атомарной толщины. И известно, что он имеет особые электрические и оптические свойства, но есть же, например, тот же самый алмаз, просто углерод, графит. То есть различные структуры в объемных материалах, естественно, не проявляются те свойства, которые наблюдались в графене, за которым получили Нобелевскую премию. То есть это качественный скачок в переходе от объемного материала к какому-то наномасштабному. Мы проводим как фундаментальные, так и более прикладные исследования. Например, с точки зрения фундаментальной науки мы занимаемся изучением новых механизмов, происходящих в материалах. Изучаем, наверное, новые различные материалы, которые не встречались до сих пор в промышленности и вообще в индустрии. Помимо фундаментальных исследований, также мы занимаемся и прикладными исследованиями. Например, занимаемся разработкой новых сенсоров искочувствительных для различных приложений. Также занимаемся исследованиями, связанными с точечной доставкой лекарств. Например, при лечении рака и таких похожих болезней, которые сейчас очень сложно поддаются лечить. Я занимаюсь физикой уже 20 лет. Очень нравится. Замечательное занятие. Работал в различных областях физики. Квантовая механика, теория поля, теория физики плазмы. Сейчас занимаюсь физикой ускорителей. И пытаюсь разрабатывать и внести свой вклад в создание ускорителей будущего. Я работал в Америке порядка 6 лет. Это позволило мне получить огромный опыт в лабораториях. Пожалуй, во всех лабораториях. Во всех, какие только были лаборатории. Во всех поработал. И до сих пор продолжаю активно сотрудничать со всеми моими коллегами и друзьями, с которыми мне удалось наладить контакты там. Здесь мы не ставим никаких ограничений. Мы просто делаем то, что нам нравится. И это значит, что вы просто занимаетесь наукой и взаимодействуетесь как с можно большим количеством людей, которые так же увлечены, как и вы. Это значит, вы работаете с людьми из Германии, Америки, Австралии, не знаю, Китая, Кореи. Назовите любую страну. Это замечательно, потому что, с одной стороны, конечно, вы можете путешествовать. Это позволяет вам развиваться. Как-то представление о том, как устроен мир. Но самое важное, и то, что нравится мне, пожалуй, это видеть, как другие люди думают, мыслят, смотреть и узнавать совершенно альтернативную точку зрения на проблему. Это прекрасно, я считаю. В 2017-м я поступил в аспирантуру университета ИТМО и занимался сначала теоретической и квантовой оптикой. Но, несмотря на это, в процессе мне стало интересно поизучать и необычную физику, физику скоплений роботов. Оказывается, если у нас есть очень много маленьких и простых роботов, например, таких, внутри которых есть какие-нибудь моторы и прочие компоненты, то они себя ведут как одна большая среда, в которой тоже есть свои необычные явления, эффекты. Ее можно описывать с помощью физики. Это хобби, которому никто не мешал постепенно, вообще вылилось в большой проект, который мы сейчас ведем с компанией Bosch, собрав свою команду. Вот такое у нас бывает в университете ИТМО. Можно изучать физику роботов, да еще и начать проект с индустриалом. Дальше мы хотим делать наших роботов все меньше и меньше и научиться управлять их самоорганизацией, чтобы в совсем далеком будущем сделать, ну, скажем, костюм железного человека, такую жидкую материю, которая принимает любые нужные формы. Ну а в будущем поближе просто перейти к эксперименту на микроуровне и начать применять их, скажем, в адресной доставке лекарств или для структурирования нано- и микроматериалов. Рак молочной железы – это до сих пор одно из самых распространенных заболеваний среди женской половины населения. И существующие методы, такие как, например, маммография, они всегда позволяют поставить точный диагноз. Магнитно-резонансный скрининг в данном случае является очень крутой альтернативой маммографии, однако здесь мы сталкиваемся с рядом трудностей. Одной из них является стоимость данной процедуры. МРТ само по себе – это очень, скажем так, дорогое удовольствие. И если мы фокусируемся на такой специфической области, как молочные железы, оно также требует достаточно специфичного оборудования, которое не всегда есть в клиниках, особенно в нашей стране. Собственно, одной из задач, которую мы решали, было предложить некоторую альтернативу приемопередающим устройствам, которые в настоящее время используются в МРТ. И мы разработали уникальное инновационное устройство, которое по своей сути представляло резонатор, который, совмещаясь с уже существующим резонатором внутри аппарата МРТ, позволял нам фокусировать магнитное поле в области молочных желез. По итогам данного проекта в тесном сотрудничестве с рентгенологами из центра Алмазова нам удалось верифицировать, собственно, нашу идею научную и, кроме того, продвинуться уже в сторону реальной разработки и предложить новое уникальное технологическое решение, которое в настоящий момент мы пытаемся внедрить в повседневную жизнь людей. Таким образом, настоящий проект является прекрасным примером того, как физика может помочь в реальной жизни людей, поскольку нам удалось разработать реальное устройство, которое уже сейчас можно внедрить в клиники Российской Федерации и использовать для скрининга рака волочной железы, тем самым позволяя большему количеству женщин получать высококачественные исследования. В университете ИТМО занимаются в том числе фундаментальными исследованиями. Например, наша группа, которой я руковожу на физическом факультете, занимается исследованиями квантовой и волновой природы вещества. Нашим магистральным направлением является так называемый закрученный свет и закрученные электроны. Это и другие частицы. Это частицы, которые ведут себя как огромные квантовые волны вместо маленьких частичек, к которым мы привыкли. Мы тесно работаем с экспериментаторами, мы не только пишем формулы. Например, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне у нас есть совместный с ними проект по разработке источника релятивистских, то есть высокоэнергетических электронов с угловым моментом, то есть закрученных электронов. Эти электроны будут нужны для различных фундаментальных исследований физики частиц, физики высоких энергий. Другой проект, которым мы совсем недавно начали заниматься, это совместный проект с учеными из Петербургского института ядерных исследований в Гатчине, где на том реакторе, который они скоро должны запустить, который называется ПИК, мы планируем изучать нейтроны, их свойства, а также использовать нейтроны для различных фундаментальных прикладных направлений. Нейтроны уже давным-давно используются как способ диагностики вещества. В тех задачах, в тех экспериментах, которые мы планируем заниматься, которыми уже теоретически занимаемся, нейтроны ведут себя не как маленькие частички размером 10-15 метра, а как вполне большие квантовые волны размером где-то микроны, то есть в миллиарды раз больше. В целом вся наша физика как раз-таки и сконцентрирована на том, что элементарные частицы очень часто ведут себя как протяженные, пространственно-протяженные квантовые объекты с огромными размерами. Это позволяет предложить как огромное количество фундаментальных задач, оттуда, конечно, следует, так и огромное количество приложений, что довольно удивительно, в электронной микроскопии прежде всего, а также в исследованиях физики частиц, физики высоких энергий, в дефектоскопии, в атомной физике и много где еще. Что мне еще нравится в ЭТМО, это то, что люди, с которыми я работаю в лаборатории, это такие классные, интересные люди, с которыми можно собраться и вне работы, и вне университета, и вне лаборатории. Допустим, у нас есть классная, добрая, любимая традиция, когда мы можем собраться вместе и обсуждать околонаучные темы. Например, мы собирались и обсуждали, почему облака такие, почему они вообще в воздухе и тяжелые ли они на самом деле, и почему музыка, которую мы все любим, так красива с математической точки зрения. А еще почему пузырьки в гимнез на самом деле сползают вниз, а не наверх, как обычные пузырьки. На самом деле тем очень много, и они все имеют какую-то свою физическую основу, которую мы можем вместе обсуждать, потому что вокруг меня очень много интересных людей, и они открыты всегда. И обсуждать такие вещи — это и есть на самом деле быть ученым. То есть это не всегда, когда ты сидишь в лаборатории и так далее. Это когда ты можешь в свободное время заниматься тем, что ты любишь. А мы любим науку. Я клянусь, мы не скучные люди, все хорошо, мы не застреваем в лабораториях. Это был краткий обзор направления физика. Чтобы узнать больше, заходи на abit.itmo.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok